Добрый день, дамы и господа! Меня зовут Бачурин Матвей, мне 6 лет. Являюсь я воспитанником станции юных нутролистов. Цель работы – определить перспективы электромобилей в Казахстане. Первое – понять, насколько изменится экология, если мы будем использовать электромобиль. Второе – оценить готовность Казахстана к электрификации транспорта. Третье – выявить проблемные вопросы и предложить пути решения. Почему для меня это важно? Потому что я живу в городе Алматы, и из-за плохой экологии я реально вижу, чем я дышу. Вот я хочу понять, позволят ли электромобили изменить ситуацию? И что надо сделать, чтобы это произошло как можно быстрее? На этом рисунке видно, что люди в Казахстане преимущественно ездят на машинах. Поэтому у нас больше машин, чем в самолетах, поездов и паровозах. При этом 9 из 10 автомобилей ездят на бензине. Поэтому смок от автомобилей больше, чем от всего другого транспорта. И если мы хотим очистить воздух, то начинать надо именно с автомобилей. Электромобиль – это не просто машина, а машина, которая работает не от двигателя внутреннего сгорания, а от электродвигателя, который работает на аккумуляторах, которые питаются от электросети. Как это выглядит на практике, мы сейчас и посмотрим. Даже если это не снаружи, электромобиль имеет совершенно другую структуру привода. На моей модели хорошо видно здесь электропривод. А здесь у нас источник электроэнергии, аккумулятор, или, как в нашем случае, батарейки. Итак, подсоединим электропривод к батарейке. И наша электромобиль начинает ехать. Электромобиль. Моя модель имеет ограниченный запас кода. А современные электромобили могут проехать на одной заряде более от 100 километров. На этом рисунке вы видите, что с каждым днем производится все больше и больше электромобилей. А на этом рисунке вы видите, что в будущем электромобилей производится будет еще больше. Можно предположить, что через пять лет в Казахстане из девяти автомобилей будет приходиться один электромобиль. Их производят даже в Кустанай. Для того, чтобы электромобили ездили, их надо заряжать от специальных заправочных станций. Которые бывают двух типов. Медленный и быстрозарядочный. В Казахстане уже сейчас около 90 быстрозаправочных станций. То, что они есть в Нур-Султане и Алматы, это хорошо. Но чтобы электромобили путешествовали по всему Казахстану, нужно их строить и в других регионах. Давайте мы проверим, как электромобили отобразятся на экологии. Экологическая эффективность электромобиля очень высокая. Но экологическая эффективность электроэнергии в Казахстане очень низкая. Потому что все электростанции жгут уголь. Поэтому выбросы от обычной машины сопоставимы с выбросами от электромобиль. Которые зарядку вырабатывали на угольной электростанции. Значит ли это, что нам не нужны электромобили? Нет, совсем нужны. Хотя бы потому, что проще контролировать одну электростанцию, чем тысячи машин. А еще электроэнергию можно не только от электростанции получить, но и от возобновляющих чистых источников. То, что я вам сейчас рассказал, может показаться сложным. Поэтому я вам объясню проще. В Казахстане очень мало поездов, самолетов и кораблей. При этом очень много машин, которые дымят. Если часть заменить на электромобили, дыма станет немного меньше. А если их заряжать от возобновляемых источников энергии, дыма станет намного меньше. Все просто. Итак, подведем итог. Третье. Электромобили необходимы городу Алма-Аты для решения проблем с загрязнением воздуха. Второе. Количество электромобилей будет расти так же, как во всем мире. Третье. В Казахстане уже сейчас собирают электромобили и строят заправочные станции. Но этого недостаточно. Четвертое. Пока электромобили заряжают на угольных электростанциях, эффект электромобилей будет незначительный. Пятое. Надо строить возобновляемые источники энергии. И мы сейчас посмотрим, можно ли электромобили заряжать от Солнца. Вот солнечная панель, которая заряжает солнечную электробатарею. Сейчас мы проверим, как электробатарея зарядит электромобиль, чтобы он поехал. Ура! Поехали! Как вы видите, у нас все получилось. Только жаль, что только 1 из 100 кВт электроэнергии производится от возобновляемых источников энергии. Спасибо за внимание! Спасибо за внимание! Спасибо за внимание!